В этом видео я подробно расскажу про основные продукты, которые полностью помогут восстановить и очистить вашу печень. Меня зовут Евгений Козлов, я практикующий нутрициолог, фитотерапевт и доктор китайской медицины. И рад вас приветствовать на своем канале Твое Здоровье. Тема печени очень важна и это одна из самых таких краеугольных для меня тем, поскольку многие люди не понимают огромное значение и важность органа, который находится в правом потребении. Многие печени и проблемы печени сразу привыкли завязывать на алкоголь. Ну вот мол, я алкоголь не пью и откуда тогда у меня вообще могут быть проблемы с печенью. Но мой практический опыт приема пациентов говорит совершенно о другом. Дело в том, что печень современного человека испытывает колоссальные нагрузки каждый день. Ввиду такого фактора, как еда, большое количество людей едят нездоровую пищу, едят на ночь, едят огромное количество сладкого. И хотелось бы, говоря про сладкое, сказать, что сладкое вызывает большее воспаление в печени, нежели даже алкоголь. Очень сильно влияют экологические факторы, которые нас окружают. Большое влияние на печень оказывают те препараты, которые вы принимаете, но даже не думаете, что процитамол, который вы приняли, ацетилсалициловую кислоту, либо антибиотики какие-то, препараты, которые выводят лишнюю жидкость диуретики. Все эти препараты оставляют очень большой след на работе вашей печени. И ваша печень постоянно подвергается немыслимой нагрузке. Причем подвергается такой нагрузке, которая еще не подвергалась ни 300 лет назад, ни 400 лет назад, потому что раньше совершенно была другая экология. Конечно же, изменилась очень сильная вода, которую мы употребляем, и это тоже влияет на работу нашей печени. Очень сильно влияет тема дефицитов на работу нашей печени, потому что никакая биохимическая реакция не будет нормально происходить, если у человека не будет хватать определенных витаминов, микро- и макроэлементов. То есть для того, чтобы работал такой большой и важный завод, как печень, я ее часто на своих консультациях, на своих лекциях называю биохимической лабораторией. Вот для того, чтобы вот эта биохимическая лаборатория работала, должны отсутствовать дефициты. Это и дефициты железа, и меди, и марганца, и цинка, и дефициты витаминов группы В. А по анализам своих пациентов я часто вижу, что эти дефициты достаточно сильно распространены. И поскольку печени подвергаются достаточно большой нагрузке, у большей части населения она плохо работает. Причем самое интересное, это то, что эти проблемы могут быть совершенно неявными. Конечно, большинство людей ко мне приходят с явными проблемами печени, это когда повышены печеночные ферменты, повышенный уровень билирубина. Либо есть диффузные изменения в печени, это можно увидеть на УЗИ, либо вообще есть жировой гепатоз. Это когда ткань печени превратилась полностью в жировую ткань. Много очень неявных признаков, такие как, например, хруст в суставах. Вот если у вас постоянно хрустят суставы, это говорит о нарушенном желчатоке и плохой работе печени. Если вы часто испытываете такое состояние, как вялость, апатия, плохое настроение, то это тоже связано с вашей печенью. Если у вас плохо растут волосы и ногти, это тоже может быть связано с печенью. Такие проявления, как отеки, красные точки на теле, это тоже такой неявный симптом проявления проблем с печенкой. Проверьте, есть ли это у вас. Особенно часто я, кстати, в последнее время наблюдаю у своих пациентов большое количество вот этих точек красных ангиом. И вроде человек ко мне приходит на прием и показывает, вот Евгений, смотрите, у меня же хороший печеночный фермент, у меня хороший урумбилирубина, хороший УЗИ печени. А когда я смотрю его пульсы с точки зрения традиционной китайской медицины, когда смотрю его язык и вижу вот эти неявные признаки, про которые я вам перечислил, в том числе большое количество красных точек, это говорит о том, что печень человека недорабатывает. А если печень человека недорабатывает, это будет влиять в том числе и на другие органы, как на поджелудочную железу и даже на малый таз. И причина многих эндометриозов, эндометритов, кистейщиков, простатитов тоже связана напрямую с печенью, потому что от печени идет сосуд, который заканчивается в районе таза. И если печень отекает, если печень воспалена, то по принципу такой прямой связи, то этот кровоток в тазу тоже очень сильно нарушается. Поэтому от печени слишком много всего зависит в нашем организме и печенью обязательно нужно заниматься, печень нужно обязательно оздоравливать. Помимо специальных препаратов, специальных методов, мы можем использовать тему питания, то есть мы уже можем оздоравливать нашу печень с помощью правильной еды, правильно выстроенного режима. Если вы хотите оздоровить свою печень с помощью специальных фитопрепаратов, подходов, то здесь я вам могу рассказать про свой курс, который называется «Печень. Фундамент твоего здоровья». Я подробно рассказываю для каждого человека, который не имеет медицинского образования, рассказываю, показываю, как можно восстановить работу печени и желчного пузыря. Этот курс очень такой постепенный, бережный и он поможет справиться и с текущими заболеваниями печени, которые у вас есть. Это и холециститы, это и холонгиты, загибы желчного пузыря, дискинезии желчного пузыря, так и текущие проблемы с печенью. Это диффузные изменения, жировые гепатозы. А поскольку, как вы услышали, на печень идет очень сильное влияние, то я считаю, что абсолютно каждый человек должен заниматься не только лечением печени, но обязательно ее профилактикой. Потому что как только мы печенкой своей начинаем заниматься, то и волосы начинают расти, очень хорошо начинают расти ногти, улучшается состояние кожи, потому что именно печень влияет на поступление жирорастворимых витаминов в ткани нашего тела. Ссылочка на курс будет внизу под видео, ну а я вам дальше расскажу, какие продукты мы можем использовать для того, чтобы восстановить печень. И первый продукт, это мой любимый продукт, который называется куркума. Данный продукт обладает очень хорошими и гепатопротекторами свойствами, то есть восстанавливает клеточки печени, и обладает противовоспалительными свойствами. Поскольку печень орган регенерируемый, то есть печень реально может полностью восстановиться, даже если от нее осталось 15-20%, то первое, что вы должны начать делать для того, чтобы свою печень поддержать или восстановить, это начать пить куркуму. Я рекомендую купить хорошую куркуму в формате порошка в юридическом магазине, либо в магазине здоровья, но не в обычном продуктовом магазине, и начать ее пить постоянно в течение дня, курсом хотя бы 2-3 месяца. Помимо этого, куркума очень хорошо выводит токсины, тем самым облегчая участь вашей печени. Второй продукт, это чеснок. Чеснок содержит большое количество серы, чеснок обладает хорошими противогрибковыми свойствами, противовоспалительными свойствами, желчегонными свойствами, поскольку является горечью. Третий продукт, который нужно внедрить в ваш рацион, это такой продукт, как авокадо. Авокадо является классическим продуктом, который содержит жиры, а жиры способствуют хорошему желчоотоку. Чем лучше и больше будет желчооток в вашем организме, тем лучше будет печень донироваться, тем лучше она будет выводить все токсины, которые сквозь нее проходят, поскольку печень является фильтром, таким фильтрующим элементом, через который проходит наша кровь. Конечно же, хотелось упомянуть такой вид продуктов овощей, как крестоцветная. Это вообще такой определенный суперфуд, который способствует восстановлению нашей печени. Это такие продукты, как кейл, брокколи, васаби, рукола, горчица и капуста. Обязательно на каждодневной основе включайте данные продукты и можно уже будет на каждодневной основе постоянно подпитывать свою печень, улучшать ее работу и способствовать ее детоксикации. Дальше, то, что я очень часто люблю назначать, это такой продукт, как свекла, корнеплод, который продается в каждом магазине, стоит буквально копейки, но обладает очень сильными лечебными свойствами, как на печени, так, кстати, и на почке и на микрофлору нашего кишечника. Поэтому здесь я рекомендую обязательно добавить свеклу в формате салата, свеклу можно отваривать, добавлять ее в салат, либо есть отдельно и поверьте, ваша печень вам будет очень благодарна. Следующий продукт, который я обязательно внедряю своим пациентам, это проростки. Проростки рекомендую, как правило, пшеницы, проростки чечевицы, проростки Маша и можно любые другие проростки использовать. Готовятся они достаточно просто, несложно, но в них столько находится микро и макроэлементов, столько вот этой жизненной силы, что печень очень быстро на проростках начинает восстанавливаться. И у меня было очень много опыта, когда ко мне пациенты приходили за восстановлением печени, я им назначал на каждодневной основе употребление проростков не менее 4 столовых ложек, и за 2-3 месяца я уже видел реальные изменения на УЗИ печени. То есть мы это все время проверяли, сверяли, как работает чудо проростки. Ну и конечно же один из самых моих любимых продуктов, про который я рассказываю и в своем телеграм-канале, обязательно на него подпишитесь, и вконтакте, и на очных и онлайн консультациях. Это такой продукт, как сыродавленные масла. Поскольку сыродавленные масла являются собой жировым продуктом, содержат жиры, то именно масло способствует хорошему желчатоку. А чем лучше будет в вашем организме желчаток, тем лучше будет идти дренаж печени. Поэтому включай сыродавленные масла в свой рацион, чайную ложку натощак, плюс чайную ложечку в течение дня, и ваша печень будет благодарна. Если вы хотите более сильное воздействие на печень, то я рекомендую добавить масло Расторопши. Тоже потрясающе работает, с потрясающим эффектом. Поэтому свою печень можно оздоравливать не только с помощью лекарств, препаратов, как я рекомендую в своем курсе подробном печени, фудам и здоровья, но и хотя бы начать печень оздоравливать с помощью еды. Я уверен, данное видео вам было полезно и интересно. Обязательно данное видео рекомендуйте своим друзьям, знакомым. Ставьте огромный лайк и пишите свои комментарии, как именно вы оздоравливаете свою печень, какие у вас есть успехи. Ну и алгоритм YouTube работает таким образом, что все ваши комментарии считываются искусственным интеллектом и начинают продвигать мое видео. Поэтому буду вам очень благодарен. Ну а я с вами увижусь уже в следующем видео, поэтому желаю вам хорошего дня. Уверен, что вы данные знания используете обязательно в своей жизни и у вас все будет хорошо. Всем здоровья и счастья. Пока-пока.